Любой бизнес необходимо развивать для достижения максимального результата. Успешные предприниматели регулярно совершенствуют свои навыки для продвижения и роста компании. Где черпать новые знания, обучаться, а использовать в своем деле новые эффективные методики, помогает бизнес-тренер. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Инна Наумова, ведущий бизнес-тренер Дальнего Востока, официальный партнер Сбербанка. Инна, здравствуйте. Добрый день. Вы помогаете, можно сказать, наверное, выводите из каких-то сложных ситуаций крупнейшие компании. Одну из них мы сегодня озвучили. Как начался ваш путь именно в сфере бизнес-тренингов? Нет, 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 это не то. Я не выводила ее. Я официальный партнер. Это значит, что Сбербанк в свое время предложил мне работать с его клиентами, юридическими лицами. Работать на площадке, там был Центр развития бизнеса, где разные эксперты в разных областях могли научить предпринимателей чему-то. То есть это были эксперты в области финансов, в области менеджмента, управления. Ну и в области продаж, управления продажами пригласили меня. И таким образом я работала на площадке Сбербанка с предпринимателями, которые хотели бы увеличить свои продажи. Ясно. Вот видите, вы как раз расставили все точки над «и», сейчас нам более понятны какие-то моменты со зрителем. А все-таки как начался ваш путь в сфере бизнес-тренера? Тренерства, да? Тренерства, да. Я думаю, с практики. Вот то, о чем мы с вами говорили до эфира, что любая профессия, она рождается из практики. Просто делать. И первая моя специальность – это финансы и кредиты. Я пошла работать в страховании. И я пошла работать в страховании и занималась там тем, что продавала полисы страхования компаниям, тогда это назывались организации. Через год мне предложили обучать агентов страховых именно тому, как заключать большие договоры страхования. И у меня это, видимо, хорошо получилось – передать свой навык другим людям, потому что можно уметь хорошо продавать, но ты можешь плохо обучать этому, не сможешь отчуждать свой навык. Но у меня это было хорошо, потому что через год мой агент полетел в Москву на награждение, потому что она заняла одно из первых мест по России. Таким образом. Потом через какое-то время меня пригласили в рекламный бизнес, я управляла продажами там. И, соответственно, моей задачей входило в то, что я нанимала своих продавцов и быстро вводила их в строй, быстро обучала. И я сначала работала на региональной компании, в рекламной региональной компании, потом ушла на федеральную большую рекламную компанию. Ну и, соответственно, точно так же там прошлось продолжить наставничество. Постоянно обучала своих менеджеров продажам, курировала их в полях. И 7 лет назад я занялась собственной деятельностью, я оформила ИП и являюсь внешним тренером по продажам для разных компаний и специалистов. Всегда, кстати, я интересовалась таким вопросом, важна ли педагогика в такой сфере, как бизнес-тренинги. Вот вы сейчас дали ответ на этот вопрос. Действительно, наверное, педагогический талант, он тоже важен. Давайте все-таки чуть подробнее расскажем, что же это за профессия бизнес-тренер и какова сфера его деятельности. Бизнес-тренер – это человек, который обучает какому-то направлению бизнеса. Так как я понимаю что-то в продажах и знаю, как управлять продажами, то, соответственно, я выбрала свою специализацию и предлагаю компаниям пройти обучение у меня. То есть в абсолютно разных форматах, да, будь то какая-то с проблемой, да, к вам можно обратиться. Вот у меня там такая-то, такая-то проблема, вы помогаете ее решить. Либо просто, допустим, какие-то новые знания даете, да, либо что-то еще. Да, все зависит от человека, зачем он пришел. Кто-то действительно приходит за знаниями, еще одну свою порцию контента. И так и уходит. Я знаю, да, теперь я понял, как это делать, но не факт, что он будет это делать. Кто-то приходит за действиями, они говорят, мы уже достаточно знаем, и нам понравилось то, о чем вы говорите, но нам не хватает некой мотивации, некой энергии, чтобы взять и делать. И я часто слышу после своих семинаров и тренингов, что люди говорят, после Наумовой хочется бежать и продавать, или Наумова зажигает, да. И я понимаю, что сегодня наличие вот этой энергии, мотивации, это даже порой важнее, чем контент, да, чем какие-то знания. Люди часто много знают, но мало делают. И я в качестве бизнес-тренера как раз и создаю вот эту некую атмосферу, некое состояние, после которого хочется делать, внедрять. Вы сказали, важна, наверное, больше мотивация. Это особенности России, российского ведения бизнеса в связи с нашим, может быть, менталитетом или какими-то обстоятельствами в экономической сфере в стране. Как считаете? Не могу вам сказать, потому что не сравнивала. Меня не приглашали пока в западные компании. Наверное, это впереди. Но в целом, мне кажется, это, да, характерно для нашей сегодняшней жизни, потому что люди пребывают в неком таком состоянии, знаете, она бьёт заодно. То есть ты как машина, да, делаешь какие-то очень привычные для тебя вещи, и чтобы сделать что-то новое, это не обязательно будет сложнее, чем ты занимался до этого. Вот на что-то новое уже не хватает силы, энергии. И часто нужен именно толчок вот в эту сторону, что начни делать иначе, и, возможно, у тебя будет другой результат. И действительно, вот в плане энергии сегодня с этим в мире дефицит. Слишком много мы её, наверное, тратим. Да, ну и не умеем восполнять. Да, и первый принцип — это прекрати тратить энергию. Энергия, как мне кажется, она уходит на что? На какие-то непродуктивные действия. Условно, ты встречаешься не с теми людьми, да, ты делаешь не те дела, которые стоит делать. Вот, возможно, ты мыслишь не так, как следовало бы делать. Ну, просто прекрати, делай заслонку и абстрагируйся от всего, что тебя угнетает. Вот, и приобрести энергию, её можно через некоторые виды деятельности. Как я говорю, на мой взгляд, это простые вещи. Это встречайся с правильными людьми, да, которые тебя вдохновляют, которые зажигают тебя, и что-то приходит новое в твою жизнь через них. Пребывай в обстоятельствах, которые тебя зажигают. Бывай в местах, которые тебе нравятся, которые тебя тоже вдохновляют и направляют на лучшее. И это индивидуально, конечно же, у каждого человека. Да, да, ну, если ты слышишь себя, если ты слышишь внутри, как бы, голос интуиции, то, о чём женщины многие знают, а мужчины догадываются, то ты понимаешь, что это в твоей жизни, да, или кто это в твоей жизни. И нужно просто повторять ещё раз эти действия. А индивидуален ли Владивосток в плане ведения бизнеса? Какие вот у нас особенности есть? Можете о них немножко рассказать? Да, во Владивостоке есть свои особенности. Ну, во-первых, я думаю, что наложила отпечаток историческое прошлое Владивостока. Сюда ехали амбициозные люди, и вот потомки этих первооткрывателей, они до сих пор вот в крови у них. Некие амбиции, некие такой, знаете, жажда приключений, такая сила жизни, сила духа. И нас видно, нас это отличает. Если мы посмотрим, ну, приезжаем куда-то в Москву, на запад нашей страны, то мы видим, что дальневосточников видно. Это по взгляду, по тому, как мы проявляемся, по нашему поведению. И во Владивостоке люди не боятся пробовать. Ну, то есть они более живые, более откликаются, амбициозные, я бы сказала. И это нормально. Не всегда, возможно, у них получается это с успехом, но по большому счёту, как мне кажется, это не важно. Важно пробовать, важно что-то делать. И жизнь сама поставит варианты, что можно делать правильно. Так вот, когда бывает, не получается что-то сразу, люди как раз-таки обращаются к вам, наверное, за помощью. Как правило, с какими проблемами? Кто ваши клиенты, ученики? Расскажите об этом, пожалуйста. Ну, как я говорю, ко мне, как к доктору, ну, с радостью не приходят, приходят с проблемой. И люди приходят и говорят, но основной, наверное, запрос, это упали продажи. Мы хотим зарабатывать больше, мы хотим получать больше. Что можно сделать? Наша ситуация с нашими клиентами, с нашим продуктом. Мы садимся и разбираем, это могут быть компании или это могут быть отдельные специалисты. Поскольку наш разговор начался с того, что вы рассказали о том, что сегодня очень важно иметь вот эту энергию, черпать её у каждого человека, это свои источники. Вот я сейчас подумала, а откуда вы берёте столько энергии? Вот по сути вы постоянно её отдаёте людям, знания, вместе со знанием, вот эту мотивацию. Что для вас источник вдохновения? Знаете, как говорят, занимайся любимым делом, и тебе не придётся работать. Мне повезло, потому что я занимаюсь любимым делом, оно меня вдохновляет. Мне нравится моя работа, потому что это встреча с интересными людьми, люди, которые хотят чему-то обучаться, что-то менять в жизни. Они тоже такие живчики, с ними интересно. И они также меняют и тренера, то есть это такое соприкосновение двух миров. Опять же, мне нравится моя работа, потому что каждый раз это новая ситуация, и это тоже даёт некий отклик. Ну и потом я следую тем советам, тем рекомендациям, которые я прописывала. То есть я люблю путешествовать, я люблю встречаться с разными интересными людьми, это не обязательно связано с моей работой, и я люблю разные интересные мероприятия, спектакли, кино, встречи, бизнесовые встречи, или наоборот по искусству. Ну вот, наверное, это и даёт тот ресурс. И опять же, знаете, мне хочется, чтобы у зрителей не было иллюзии. То впечатление, которое я произвожу, что такой позитивный позитив, улыбаюсь, это же ведь просто некий штрих моего образа. Я работаю. И я иногда шучу и говорю, вы же не видите меня после работы, дома на диване. И часто у меня отдых, это просто укрыться от всех, взять хорошую книгу и наслаждаться покоем. Бизнес-тренер тоже человек, безусловно. Да, как и в любой профессии, приходится, наверное, обладать действительно неким образом, о котором вы сказали. Да. Потому что все люди, все устают. Да. И вот сейчас поделились секретами своего, источника вдохновения. Расскажите, пожалуйста, наверное, о бизнес-тренингах своих. И может быть, возникали какие-то необычные случаи, интересные ситуации. Ведь я думаю, их у вас немало в практике бывало. Какой интересный вопрос. Ну вот то, что приходит на ум, ситуация, когда в свое время, там несколько лет назад, меня пригласила администрация находки провести, выступить у них на бизнес-недель, так называемую, куда они приглашают предпринимателей. И разные эксперты рассказывают свое видение о развитии бизнеса сегодня. И так случилось, что на мой мастер-класс пришло больше народа, чем мы планировали. Аудитория, которую нам предоставили, она была, ну, достаточно маленькая. И мы подумали, что же можно сделать. Нам повезло, потому что это был май месяц, была хорошая погода в находке. Мы просто вывели всех на улицу, на площадь. Я делала свой мастер-класс на площади, в центре находки. Это было очень необычно, интересно. И потом мне говорили обратную связь. Это был лучший мастер-класс на неделю. Потому что, ну, видимо, формат людям понравился больше. Поэтому иногда приходится работать в таких необычных местах. Очень интересно. Впоследствии, когда такие рождаются идеи, из-за, опять же, сложившейся сложной ситуации, рождается какая-то интересная идея. И вы впоследствии включаете эту идею, применяете ли ее в своей методике обучения? В следующий раз я такое же закрутила на одном корпоративном тренинге для большой крупной компании. И мы это делали зимой. И люди лепили снеговиков. Вот у них были определенные задания. И там нужно было правильно прожить как бы эту ситуацию, сделать выводы свои. И точно так же мне потом давала отклик, значит, HR этой компании, руководитель отдела кадров. И она говорила, что те впечатления, которые они получили вот именно от задания на улице, в мороз, с этим снеговиком, это позволило сплотить команду в этой компании. Это позволило понять вообще, как дальше общаться внутри. И, соответственно, что транслировать наружу своим клиентам. Поэтому вот действительно тренинги рождаются из ситуации, казалось бы, кризисных. Ну, кризисы вообще нас развивают в нашей жизни, если правильно к ним относиться. Вообще, насколько сегодня вы советуете бизнес, не знаю, специалистам, любым предпринимателям проводить такие тренинги обучения для своей команды. Насколько это важно и актуально сегодня, на ваш взгляд, как специалиста? Ну, я считаю, что очень важно, потому что мы сегодня живем в мире, который очень быстро меняется. И чтобы соответствовать сегодняшним реалиям, ты постоянно должен что-то менять, чему-то новому обучаться. И это не всегда только контент, это не всегда только новое знание. Это, в принципе, новое состояние. То есть как-то иначе посмотреть по другим углом на старую проблему или иначе что-то почувствовать и потом отследиться. Ты можешь дальше в таком же состоянии пребывать в отношении со своими сотрудниками, с внешним миром, с клиентами. Поэтому постоянное обучение это шанс, что ты удержишься на плаву, что ты не вылетишь с рынка, как сегодня происходит со многими бизнесами, которые начинали в 90-х, но они не успевают встроиться в новую реальность. И мне очень жаль, потому что потенциал, возможно, был бы хороший. Мы знаем на слух многие такие вот истории про компании, казалось бы, устойчивые, но сегодня мы их не слышим. Не успели. В общем, учиться, учиться и еще раз учиться. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу в нашем разговоре. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор с бизнес-тренером Инной Наумовой. Инна, такой может быть немножечко провокационный вопрос, но не могу его не задать. Я думаю, что многих он интересует. Да. Важно ли такому человеку, как бизнес-тренер, владеть искусством НЛП или гипнозом даже? Почему вы задаете этот вопрос? Ну, потому что порой настолько действенны ваши методы, что некоторым кажется, что вы применяете такие практики. Ага. Тренерами, да? Мне кажется, что это иллюзия большинства сегодня, что если ты идешь на тренинг по продажам или идешь обучаться какому-то тренеру по продажам, то он научит тебя пользоваться определенной методикой, ну, давайте простыми словами говоря, покажет тебе где-то красная кнопка у клиента, на которую нажимаешь и клиент покупает. Ну, это иллюзия, такой кнопки нет. И вся наука НЛП, она возникла из того, что начали дублицировать успешные виды деятельности, да, чтобы я могла повторить чемпиона и, соответственно, выйти на другой результат лучше, чем у меня был вчера. И основная идея, как мне кажется, в НЛП, это хорошо понимать своего визави, того собеседника, который перед тобой. но это же в принципе идея по жизни. Тебе действительно для хорошей коммуникации нужно хорошо понимать своего собеседника. Кто он, да, что он сейчас чувствует, чтобы он мог думать об этом и как сделать так, чтобы человеку понравилось общение с тобой, чтобы он хотел продолжить с тобой. Как сделать так, чтобы ему понравилось покупать у тебя, как сделать так, чтобы он решил, что это его решение, ну, относительно покупки, стоит, не стоит. Поэтому эти все методики я не пользуюсь чистом виде НЛП, не учуя этому. Что-то очень похоже на эти методики, но еще есть и другие, ну, я применяю и другие подходы. Но, в принципе, бояться их не стоит, потому что тебя будет обучать лучше понимать другого, а это всегда поможет жизни. Владею ли я сама навыками гипноза или НЛП, и что я делаю? Ну, как говорят, то, чему учишь, ты должен применять. Естественно, я понимаю, как работать с аудиторией, естественно, я понимаю, как работать с отдельным человеком. Чувствуете его? Да. Ну, мне кажется, что да, может быть, это не идеально. Есть, конечно, люди, которые значительно лучше меня владеют этими вещами, но я практикую, я стараюсь, и это нормально. И именно так я общаюсь со всеми, это не обязательно по моей профессии, с мужем, и с детьми, и с соседкой. Мне основная цель, чтобы после меня в этом мире было лучше, чтобы те люди, которые сегодня со мной общаются, хотели вернуться ко мне и завтра. По-моему, это замечательная цель любой коммуникации, разве не так? Абсолютно с вами согласна. Такой же вопрос еще может прозвучать. Как закрепить знания от тренинга, да, лучше всего? Замечательный вопрос. Замечательный вопрос. Потому что я провожу свои тренинги или короткие мастер-классы, и, как правило, я всегда даю задания на дом, чтобы люди уходили и что-то делали. И я говорю, что сегодня есть такое правило 48 часов. Это значит, что если ты чему-то научился, что-то новое узнай, в ближайшие 48 часов тебе нужно попрактиковать это. И тогда больше шансов, что этот навык строится в тебя, что ты его сможешь повторять. Но что я замечаю? Вот люди приходят, хотят научиться продажам, хотят научиться правильно коммуницировать. И они получают задания от тренера, и они идут в жизнь. И можно его взять и сделать. Но делают единицы, 10%. И когда ты спрашиваешь, вы же хотели, почему бы не повторить это действие успешное? Но нет. Кто-то говорит о том, что некогда, кто-то говорит о том, что забыл, кто-то говорит о том, что мне не подходит, в моей нише это не работает. И мне смешно это слышать, потому что ты даже не попробовал. То есть если ты идешь к человеку, который чуть умнее тебя, если ты признаешь его тренером, значит, можно чем-то поучиться. Но как минимум попробуй это сделать, убедись, что это в твоей нише не работает, и потом ты можешь это заявлять. Но заранее априори убирать все свои возможности жизнью удалять, и не делать этого. Но это неэффективно, это смешно на самом деле. Поэтому как закреплять знания? Делать. И делать тут же. И есть даже в моей тренинге, где они делают in time. Прямо в зале они берут, звонят, достигают результата. Потом делятся с напарником своим результатом, впечатлениями, и это зажигает вообще всю аудиторию. То, что происходит с ними. Передается как вирус. Все понимают, о, так можно было? Это просто. Я тоже это могу. Если может Вася рядом возле меня, сидящий, или там Ольга, то я так же смогу. И вот мне хочется, чтобы таких делателей приходило больше. Ребят, которые берут и делают, они рассуждают. Ну, зайдет, не зайдет, моя ниша, это сработает или нет. Практикуйте. Тем более, если вы обратились к специалисту, к учителю, так будьте добры, используйте этот навык, его школу, практикуйте это, и действительно будет результат. Есть у нас в городе центр развития предпринимательства во Владивостоке. Расскажите о своей деятельности в нем. В этом центре? Этот центр развития предпринимательства открылся, по-моему, семь лет назад. И он открылся по инициативе мэра, который решил, что хорошо бы в городе создать такую площадку, на которой предпринимателям дадут возможность развиваться. На эту площадку приглашаются эксперты, каждый в своей области, и они делятся с предпринимателями своими знаниями и опытом. Один из таких экспертов в этом центре развития предпринимательства это я. Я говорю на своих мастер-классах о продажах и об управлении продажами. Иногда могу затрагивать тему наим в продаже, потому что нанять специалиста в продажах, найти хорошего менеджера, это тоже целая прям задача. И я с этим центром развития предпринимательства сотрудничаю очень давно, наверное, с самых его истоков, как они открылись. Я, наверное, была одним из первых тренеров, к кому они обратились с таким предложением. И в свое время начинала это все делать еще Марина Анатольевна Шемилина. Я очень благодарна ей за предложение поработать в этом центре в качестве тренера. И мне нравится, мне нравится аудитория, которая собирает Центр развития предпринимательства. Мне нравится то развитие, которое сегодня происходит в этом центре, то, как они себя позиционируют в городе. И вот уже прошло несколько лет, допустим, Центр давно работает. Казалось бы, что уже все знают о том, что есть такая хорошая возможность. Но тем не менее, каждый раз, когда мы открываем новый мастер-класс, я начинаю что-то рассказывать, часто перед этим выступает новый руководитель Центра Елена Викторовна Новгородова. И она спрашивает, как вы узнали об этом мастер-классе? Люди что-то отвечают из рассылки, знакомые сказали. И она задает следующий вопрос. А есть ли новые лица в зале? И вы знаете, поднимаются руки. Ну то есть процентов 30 всегда есть новичков. Это говорит о том, что Центр развивается, что это нужно людям. и каждый раз количество участников, количество слушателей пополняется. А значит, у города есть шанс, что с бизнесом будет все хорошо, что бизнес будет устойчивый, бизнес будет развиваться, и в городе все будет процветать. Первую часть нашей программы мы закончили под лозунгом «Учиться, учиться и еще раз учиться». Я так понимаю, что вы тоже не останавливаетесь на достигнутом и продолжаете обучение. Скажите немножко об этом, поделитесь своими секретами. Где я учусь, да? Да, где, чему? Вы знаете, естественно, я учусь каким-то бизнесовым темам, постоянно, да? Я учусь и оффлайн, и онлайн, прохожу какие-то курсы обучения. Я учусь SMM, продвижению, это продвижение в соцсетях. Сегодня соцсети являются хорошим каналом для продаж. И я это на себе чувствую, я это рекомендую всегда своим клиентам, которые занимаются бизнесом, что-то продают. Я обучаюсь интернет-маркетингу, я обучаюсь каким-то новым технологиям в продажах. Я смотрю тренеров, которые мне нравятся, да? Приезжаю к ним на семинары или занимаюсь с ними онлайн. Я бываю у Радислава Гондопаса. Это публичное выступление, лидерство, и мне эти темы откликаются. Мне нравится Сергей Азимов, ты как тренер по продажам. Нравятся они не только своей харизматичностью, это нормально, когда ты как продавец обладаешь неким, ну, такой яркостью, да, как звезда. Но у него очень хорошая работающая технология. И, ну, сама рекомендую, учусь у него и очень-то, ну, соответствую, да, вот моим как бы представлениям о том, какой должен быть продавец. Но помимо этого, я часто учусь каким-то вещам, которые напрямую не связаны с бизнесом. Это про творчество, это про человечность, это про то, про энергетику, опять же, да? Потому что мы с вами говорили, что успех часто зависит не от того, насколько много ты знаешь, да, насколько. Часто успех зависит на сколько ты себя чувствуешь, да, насколько ты можешь энергетически заряжен, можешь транслировать это свое состояние, да, в мир, на своих клиентов, на свою команду, ну, и так далее. И вот прохожу и такие семинары, езжу по свету, бываю в разных интересных местах планеты. В общем, вот такие обучения прохожу я как тренер. Как вы сказали, сегодня очень развитые социальные сети, в частности, Инстаграм, и, безусловно, в этом есть и плюсы, и минусы. Например, появляется много так называемых шарлатанов, самозванцев, да, вообще в той или иной сфере. Вот может быть, сейчас совет телезрителям от вас, от специалиста, как отличить все-таки действительно хорошего бизнес-тренера, грамотного, от того, кто и таковым не является. Как не попасться на эту удочку шарлатанства? Знаете, каждый человек должен пройти свою школу жизни. Я думаю, что, наверное, иногда кому-то стоит пройти, в том числе, там, плохого тренера, да, или, там, неэффективного тренера. Может быть, это субъективное будет впечатление. Может быть, сначала человек говорит, что информация, которую я получил, ни о чем. Я зря потратил свои деньги. Но часто мы не можем оценить, потому что мы внутри. И только спустя какое-то время те, кто вокруг, окружающие, видят изменения в твоей жизни и с тобой. Или, как еще говорят, если у меня получилось, это я молодец, если у меня не получилось, это тренер виноват. Тренер не такой. Поэтому каждый идет своим путем, и кто-то, возможно, будет нарываться на так называемых шарлатанов, кто-то попадет в руки наоборот, сразу, хорошему тренеру и почувствует, что это. С другой стороны, мне кажется, не только в соцсети виноваты в том, что сегодня на рынке есть много предложений. Это, в принципе, интернет раскрывает мир. Но на что можно смотреть, чтобы оценить тренера? Это на отклик рынка. То есть смотрите на результаты, которые несет этот человек. И хороший вариант, когда ты просто посмотришь на отзывы. В моем инстаграме я не стесняюсь выкладывать обратную связь от моих клиентов, от моих слушателей. И когда люди заходят, я прям сразу в описании профиля поставила этот хэштег на умовоотзывы, где люди могут зайти и посмотреть, что уже говорят о на умове, как о тренере, если вы не знакомы еще со мной, если вы холодны. Поэтому вы можете точно так же просить результаты, кейсы работы любого тренера и вам их предоставят. Вы можете зайти в профиль к этим людям, вы можете созвонить с этими людьми, поговорить тет-а-тет. Город маленький, регион небольшой, несмотря на то, что я уже не только в Владивостоке, и по Приморскому краю работаю. Меня приглашают в Хабаровск, я работала в Комсомольске на Амуре с предпринимателями на неделе предпринимательства. Поэтому отклики есть, ты можешь дотянуться до этих людей и узнать результат, впечатление. И там определиться, да-да, нет-нет. Инна, к сожалению, нам пора заканчивать наш интересный информативный разговор. И напоследок, кратко, лаконично, не могли бы поделиться с нами вашим жизненным кредо? Занимайся любимым делом. Это, наверное, самое важное. А для этого нужно научиться слышать себя, научиться слышать вообще предрасположенность, не откликаться на социум много, потому что очень часто нам навязывают какие-то иллюзии и так далее. Поэтому я всем желаю начать делать то, что тебе нравится. И, как я говорю, Господь усмотрит и придут в жизнь деньги, слава, признание, всё будет. Инна, спасибо вам огромное за этот разговор, за то, что вы пришли к нам. Вы действительно заряжаете энергией положительной и хочется что-то делать после общения с таким человеком, как вы. Спасибо вам огромное. Благодарю вас, Анна. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на Восьмом.